Привет, друзья мои! Как? Сашкова? Пью чай. Я Светлана Атан. Урачись, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. У меня Ерушан. С Новым годом! Кирилл Скутос. Спасибо, что вы были с нами. Всем доброго утра, друзья мои. Я пошла на набережную. Покажу вам, какая набережная. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Кто меня встречает в Кисуле? Такие красивые Кисуле. Киси. Кисочки. Доброе утро, дорогая. Как видите, все идут в школу. Школа начинается здесь 8. Вот впереди ученики. Покажу вам учеников. Какие ученики в Турции. Вот и базар здесь, видите. Сегодня понедельник у нас, базар. Мы в последнее время. Вон ученики. По-моему, формы такой нет. Кто в чем хочет, тот идет. Мы на той неделе, друзья, опять очень часто кушали мне дома. И много чего у нас осталось из продуктов. Кстати, вчера мы звонили родителям. Они уже два дня, как у моей младшей заловки. Может, скоро мы увидимся с ними. Интересно, а что здесь вчера происходило? Как вы думаете? Посмотрите. Ложки висят. Табло не работает. Вааа. Только один дедуля купается. Там второй. Есть, есть еще. 4, 5, 6. Около 10 человек есть. Но что-то было вчера здесь, да? Поэтому мы и отключили табло тоже. Ну что, друзья мои, я быстрым шагом помчалась. Сколько времени сейчас? Наверное, уже без 15.8. Всего хорошего дня. Друзья, посмотрите, сколько пенсионеров с утра на берегу. Занимаются спортом. Вы видите, ходят группами. Молодежи не так много, как пенсионеры. Молодежи не так много, как пенсионеры вижу. Так что... Пол восьмого. Их здесь очень много. Занимайтесь спортом, любите себя. Не ленитесь, не ленитесь. Я возвращаюсь домой. Зашла, купила хлеб. Друзья, это было на той неделе, когда я покупала хлеб. По 75 копеек. Суму некмек. То есть, обычно нам 200 грамм. Посмотрела сейчас. Прочитала все. А сегодня уже не 75 копеек, а лира. Вот так вот дорожает все. Инфляция в стране. Вы понимаете? Инфляция скоро вообще. Эти деньги настолько обесценятся. Поэтому я вас призываю. Инвестируйте в себя. Только надо надеяться на себя. Я убеждаюсь, с каждым днем наши деньги обесцениваются. Ну, а если вы будете покупать золото со скидкой, как у нас, например, на платформе ГИГУЭС, цены и бумаги, вы только будете в плюсе. Посмотрите, вы видите, у нас в Турции есть и бомжи, которые спят вот так на скамейках, на лавочках. Наш базар уже. Не знаю, пройти мне, показать вам или нет. Показать вам или нет базар. Может быть, пробегусь так. Скакарешка. Ой, сейчас, друзья, позвонила маме. Все болеют. Сколько дней болеют. Кошмар. Мари в школу не ходят, потому что им не разрешают, если у ребенка сопли будет или кашель, не разрешают ходить в школу. Деми и Ирмочку отвели в садик, и звонит учительница. Говорит, заберите Деми. Деми сильно кашляет. Пошмар. Мама идет к врачу, потому что все у нее, да и дочь, все-все болеют. Сколько времени уже. Я прямо расстроилась утром, если честно. Сейчас у нас в Батуми гуляет корона среди детей. Так активно гуляет. Вот инжир, который нельзя кушать. Цены. Наверное, надо будет нам купить. Все, бананы по 10. Бананья, лимоны, оливки. Вот такие вот новости, друзья мои, не из приятных с утра. Но будем надеяться на Бога, что все это разрешится. Все будет хорошо. Я просто жалею сейчас их. Я была в таком состоянии, когда и дети надо смотреть их. Смотрите, кстати, забито приехало с утра. Сегодня же понедельник. Люди выложили свои вещи на продажу. Но сразу их разогнала полиция. Не полиция, а забито. Это Мерия. Только что Эндер пришел в базар. И принес вот смотрите, что за это все он заплатил 70 лир. Несмотря на то, что и хлеб подорожал, продукты тоже дорожают. Но не настолько. Вот посмотрите, например, сейчас сезон красного болгарского. И за килограмм можно отдать 2,50. А когда-то было и 8. То есть в разный сезон какой-то овощ стоит дороже, какой-то дешевле. Например, брокколи и белокачан. И капуста цветная по 20 лир килограмм. Моя знакомая сказала, что она покупала в воскресенье. Так что ну а этот болгарский красный. Сейчас 2,50 можно. Этот, значит, я не знаю, сколько сейчас он мне так цены сказал. Но расскажу, что помню. Значит, это стоит лобио. Лобио он купил по 8 лир килограмм. Ну, естественно, пункт его взял. Килограмм нам не нужно. Такие деревенские помидоры 5 лир килограмм. Значит, что еще он взял, я запомнила. Мандолины. Мандолина, по-турецки мандолина. 3,10 лир. За картофель, лук и чеснок он отдал 16 лир. Яблоки по 4. Эти 2 штуки. Вот такая капуста, она очень хорошо идет к салатам. 5 лир, 2 штуки. Вот не помню, морковь сколько стоит. Не помню, друзья мои. И сколько стоит все остальное. Но, в общем, за все это он отдал 70 лет. Мне кажется, даже 10 долларов нету. Где-то 8 долларов. Нормальная цена, не так ли? Сейчас он пошел в маркет, там должен йогурт купить и у нас сегодня на ужин голубцы. Мы эти дни доедали свою еду, так как мы еще и входили по ресторанам. Но мой муж уже стал доедать супы, даже обеды. Ну, все, мои дорогие. Вот такая сегодня распаковка продуктов. Не посылки, а продуктов. Цены какие я вам рассказала. Ну, а я выйду на балкон, покажу, что там творится. Идем с вами на мой балкон, друзья. Погода вообще, смотрите, я раздетая, но уже на сквозняках прохладно. Сегодня я наблюдаю за такой картиной. Три раза приезжала Мерия. Три раза они все разбегались и все равно в итоге, посмотрите, продавцов опять много появилось. Им ничего не страшно. Вот их разгоняют, они все равно появляются. Разгоняют, появляются, я беру, живые. Они, наверное, получают, испытывают удовольствие, когда слышат голос сирены, сирену слышат. И бегут со своими шмотками, быстро собирают. Ну вот, естественно. Все, успела. Мне кажется, уже сейчас 10 часов вечера я даже чуть-чуть заснула. Ну, конечно, организм устает же. У нас так весело по понедельникам и вторникам. Сколько раз купляют там вещи. это вторичные. Увеличу вам. Я иногда люблю наблюдать. Интересно, не так ли? Не знаю, говорят, что вот вторичные вещи нельзя покупать, и какую-то энергию забираешь чужую. Но у каждого свое мнение на этот счет. Я помню, я тоже раньше в Грузии покупала вещи из секонд-хенда, но очень хорошие, новые, прям с этикетками. Такие брендовые, качественные. Был такой период в моей жизни. Детям покупала. Что, мои дорогие, переснимаю белье. О, уже высохло. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления. и на все уведомления. dessus. jo